Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Аслагараева и вот о чем расскажем сегодня. Русское слово у всех на устах. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Как в Татарстане отметили день русского языка Алина Зинатольевна. Горячий полуторачасовой разговор. А кто добрый, более нет помочь предпринимателю финансово. Как прошла встреча погорельцев торгового центра «Порт» с руководством города. О втором дне после пожара Альбина Минибаева. Выполнили и перевыполнили. Это максимальный объем полиэтилена за всю историю общества. Как наказание «Роксинтези» прошел минувший год, узнал Дмитрий Аринин. Есть такая профессия – родину любить. Тогда надо было выжить. Вот и вся разница. В Казань приехал Василий Лановой. Какую акцию в честь Великой Пореды он представил в Татарстане и что его связывает с Казанью? Об этом Рамиль Шайдолин. Глубина, красота и богатство. И все это о великом русском. Сегодня в мире отмечают День русского языка. Традиционно в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Его стихи сегодня звучали на разных языках и по всей республике. Неудивительно, но оказалось, что романом Евгений Онегин в Татарстане интересуется больше, чем в Москве и даже Петербурге. Такой рейтинг составил Яндекс. Где Пушкин родился, сколько сказок написал и с кем стрелялся, поисковик Яндекс отобрал самые популярные вопросы о поэте в регионах страны. С масштабом в республике отметили его день рождения. Как на празднике в оперном театре звучали знакомые строки, услышала Лина Зинатолина. Да здравствует солнце, да скроется тьма. Солнце русской поэзии, наше все, главный поэт России. Праздник в честь Дня рождения Александра Пушкина открыл народный артист СССР Василий Лановой. Новостью, прочитанной в самолете по дороге в Казань. Американец Джулиан Генри Лоуэнфельд представляет в Москве свой том переводов Пушкина. Это неизмеримые новые горизонты, которые покорит пушкинское слово. Еще одна хорошая новость уже от президента республики. В ближайшее время мы вместе откроем культурный центр имени Пушкина. Сегодня мы эту тему обсуждали. Это будет местом, где мы можем еще плотнее организовать нашу работу. Без вас мне скучно, я зеваю. При вас мне грустно, я терплю. Стихи Пушкина, романсы и танцы в духе пышных балов. На праздники и награды директорам школы, артистам и работникам культуры, которые всю жизнь посвятили русскому языку. Я сама люблю. Люблю поэзию, люблю литературу и люблю детей. И очень важно быть с ними, как бы сказать, по одну сторону баррикады. Когда мы боремся с трудностями, с проблемами. И тогда, мне кажется, это становится действительно счастьем. Нужно больше читать, я думаю, лично. Потому что сейчас век интернета, но я думаю, лучше, конечно, читать книгу. Тогда, мне кажется, все будет хорошо. Любовь к Пушкину сегодня во всем. На выставке в оперном театре. Скульптуры с героями поэм и романов. И, конечно, сценки из жизни самого поэта. Вот, например, друзья из Царско-сельского лицея. Пушкинские строки в оригинале от корейцев, японцев, алжирцев. А насколько языков эти стихи переводятся, сложно сосчитать. Вот оно, солнце, которое до сих пор светит на весь мир. Мы сохраним тебя, русская речь. Великое русское слово. Лина Зинатульна, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Сегодня тонет в цветах памятник Пушкину театру оперы и балета. Здесь и начался праздник. Цветы принесли сотни казанцев. Не меньше было желающих и выступить, прочитать стихи. Цветы возложили и президент Рустам Мениханов, и государственный советник республики Митимир Шаймеев. Волокоморье, дуб зеленый, Золотая цепь на дубиток. И днем, и ночью, год ученый, все ходит по цепи кругом. По всем предложениям можно понять, о чем это, И представить картину. Он величайший, великий, Не только русский поэт, он и наш поэт. Благодаря красоте русского языка мы можем сегодня не просто общаться и познавать мир, А мы можем быть едиными, как нация. В Казани появится сквер имени писателя Сергея Аксакова. Рустам Мениханов поручил включить его в создание в план следующего года. Идею озвучили на встрече президента с активом Русского национального культурного объединения республики. В таком формате Рустам Мениханов встречается ежегодно. Говорят о проделанной работе и о предстоящей. Так, в Казани установлены мемориальные доски, Меценату Шамову, Хирургу Лихачеву, Двум новым улицам присвоены имена Державина и Боротынского. Рустам Мениханов предложил не ограничиваться только Казанью, но и рассматривать потребности других городов. Движение наше, я не скажу, что это абсолютно массовое, но движется вперед. И нет сомнения, это то начинание, которое мы когда-то начинаем в Нижнеканске, в Челнахе, в Челнахе, в Челнеканске. Оно имеет свое продолжение и будет, без сомнений. А сейчас сделаем лирическое отступление и послушаем стихи. Так необычно в социальных сетях с Днем русского языка. Поздравил татарстанцев президент. День моих невидимый поток На лоне счастья и забывения Пустое вы, сердечным ты, Она обмолвись заменила И все счастливые мечты В душе влюбленной возбудила И сердце бьется в упоение И для него воскресли вновь И божество, и вдохновение И жизнь, и слезы, и любовь О сколько нам открытий чудных Готовят просвещение дух И опыт, сын ошибок трудных И гений парадоксов друг И случай, Бог изобретатель К этой теме мы еще вернемся А сейчас о других новостях дня Пожар потушен, но проблемы ждут решения Сегодня предпринимателям торгового центра Порт Пришлось отложить работу Многим нечего выложить на прилавки Другие в раздумье Смогут ли дальше вести бизнес Сегодня на вопросы погорельцев Отвечали представители власти Их выслушала и Альбина Минебаева У предпринимателей торгового центра Порт Сегодня вместо бойкой торговли Одни вопросы Каждый пытается понять, как наверстать убытки Вы этот ущерб оценили Зафиксировать его Кого я должна пригласить? Для того, чтобы точно зафиксировать ущерб Конечно, документы нужны Но, как правило, у вас документов нет Они либо сгорели, либо их изначально не было Если уж честно Поэтому, если есть возможность их восстановить Если у вас они были И, как правило, можно восстановить Надо восстанавливать Я сгорела полностью в двух местах Мы, когда зайдем в то здание У нас будут эти каникулы или нет? Вопросы у погорельцев К руководству горды И у полномоченному по защите прав предпринимателей У многих товары в кредите Мы планируем обратиться в национальный банк И через него отработать с тем пулом банков Которые выдавали вам кредиты Для того, чтобы решить вопрос О какой-то временной рассрочке То есть я должен указывать четыре точки А вот как я могу определить ущерб? Блоки порта, где вчера полыхал огонь Сегодня закрыты На время в торговом центре Развернули штаб Составлен опросный лист Собираем информацию Есть ли у нас кредиты Потерпевших Оценивают свой ущерб И в дальнейшем будем уже составлять В дальнейшем мероприятия Просто кто-то говорит, что все сгорело А кто-то говорит, что наоборот, что сгорело Ждем, что скажут 1.14 Да, 1.14, ребят, все сгорело Ограниченный доступ к блокам Открыли уже вечером Запускали небольшими группами Собственник должен в него как можно быстрее зайти Предприниматели должны забрать то, что осталось И собственник должен сделать там ремонт Они все этого ждут Вот сейчас над этим в первую очередь будем работать Примерно 400 предпринимателей Сегодня пытались получить ответы на свои вопросы Главным образом их волнует Какой же ущерб им нанес вчерашний пожар Именно здесь будет работать и штаб Где МЧС продолжит выдавать документы Погорельца Свои вопросы можно задать и по горячей линии При исполкоме Казани Кроме того, фонд поддержки предпринимательства Готов выдавать кредиты на льготных условиях Альбина Винебаева, Александр Лобанов, Айруза Мазитова ТНВ, Казань Сегодня на месте весь день работали дознаватели Они выдвинули три основные версии случившегося Напомним, накануне было возбуждено уголовное дело По статье уничтожения или повреждения имущества по неосторожности В данное время рассматриваются три основные версии Это электротехническая причина Неосторожное обращение с огнем Также не случается версия поджога Данное следственное действие проводится на данном объекте Для усыновления всех этих причин Общественность республики понесла тяжелую утрату Сегодня в Казани прощались с Олегом Антоновым Бывшим прокурором республики Он скончался на 83-м году жизни Профессиональные качества, высокое чувство ответственности С нескали заслуженные авторитеты Признание, говорится в некрологии Подписанном президентом республики В новую жизнь с профессией Семеро детей из неблагополучных семей республики Будут бесплатно обучаться в Казанском кооперативном институте Сертификаты им вручили сегодня На первом благотворительном концерте Единение с детьми Летние каникулы с пользой Более сотни воспитанников детских домов и социальных приютов Пригласили в Казанский кооперативный институт С профессиями познакомиться И концерт посмотреть Те, кому еще далеко до студенчества Уже знают, кем хотят работать Я люблю заниматься музыкой Хочу продолжать дальше играть на баяне И стать спортивным Я люблю фотографировать Потому что хочу стать фотографом Один из организаторов праздника Детский республиканский телеканал Шаян ТВ 15 октября он начнет круглосуточное вещание Концерт направлен на то, чтобы показать детям Что все должны быть рядом, все должны быть вместе И, конечно же, наш телеканал Шаян ТВ Он показывает, дети видят Как с самого детства можно начинать делать добрые дела Семь выпускников из неблагополучных семей Сегодня стали абитуриентами Им вручили сертификаты на обучение в кооперативном институте У нас для девочек кулинарная школа Работает воспитатель, который по этому направлению Мы этому заранее готовились И мы туда берем, которые дети хотят В дальнейшем получить профессию именно повара, кондитера Отдельным людям, конечно, да, помогают добродетели получать образование Но чтобы это была такая акция, кооперативная акция Они же кооператоры, и они говорят о кооперации Не только как об особой форме организации труда Но и об особой форме организации взаимодействия людей Для решения вот таких хороших, добрых задач Получать образование ребята будут за счет института и спонсоров Сейчас в Тарстане 8 детских домов Ежегодно из них выпускается до 60 человек Это первая такая социальная акция Когда детей из трудных семей Сразу после школы определяют вуз В планах набрать целую группу студентов От детей в садах до предпринимателей Больше одного миллиона человек приняли участие в акции «Эковесна» Это в том числе и в субботниках И в этом году они отличались тем, что мусор собирали раздельно Сегодня подвели итоги Министр экологии и природных ресурсов Лично наградил некоторых школьников Среди победителей и целой семьи Они получили сертификат на поездку в Крым Отметили сегодня и журналистов Которые всю весну были вместе с экологами Среди награжденных и наша коллега Альбина Манибаева Республика Толстан имеет самую активную позицию Именно школы, образовательные учреждения Высшие учебные заведения Но в рамках экологического образования Хотим еще раз акцентировать Чтобы, обращаясь к нашим педагогам К нашим учителям Которые формируют в первую очередь Именно какое отношение должно быть к экологии Это новости на ТНВ И далее в программе Выполнили и перевыполнили Это максимальный объем полиэтилена За всю историю общества Как на Казань-орксинтезе прошел минувший год Узнал Дмитрий Аринин Есть такая профессия Родину любить Тогда надо было выжить Вот и вся разница В Казань приехал Василий Луновой Какую акцию в честь великой победы он представил в Татарстане И что его связывает с Казанью Об этом Рамиль Шайдолин Такого в истории еще не было Казань-орксинтез по итогам минувшего года побил все свои рекорды по производству полиэтилена Объем продукции предприятия, поставляемой на продажу, превысил 1 миллион тонн О результатах работы говорили сегодня на годовом собрании акционеров Какие достижения отметил президент и что поручил Дмитрий Аринин Из таких вот маленьких гранул и складывается продукция Казань-орксинтез В этом году ее общий объем превысил 1 миллион тонн И что интересно, у такой продукции добавленная стоимость Одна из самых высоких в республике 42% Для выпуска полиэтилена минувший год получился особенно продуктивным За всю историю предприятия Казань-орксинтез еще не выпускал так много 726 тысяч тонн При этом годовая выручка незначительно сократилась Составив 72 миллиарда рублей Что на 3 миллиарда 407 миллионов рублей Или на 4,5% ниже уровня 2016 года Основное влияние на снижение выручки оказала конъюнктура цен на рынке полиэтиленов При этом влияние фактора цен было частично скомпенсировано Увеличением объемов производства в натуральном выражении В доходах помог и выход на новые экспортные рынки сбыта Орксинтез возобновил сотрудничество с Грузией Стал поставлять свою продукцию в Хорватию и Армению Основные же покупатели остаются в России Работу предприятия Рустам Мениханов оценил положительно Отметил, Казань-орксинтез входит в пятерку крупнейших бюджет-образующих компаний республики В минувшем году от химиков казна получила более 5 миллиардов рублей Благодаря таким динамично развивающимся предприятиям Как Казань-орксинтез, республика сохраняет положительные темпы роста экономики Благодаря успехам в экономике республика реализует масштабные социальные программы Направленные на повышение качества жизни Хочу прежде всего поблагодарить трудовой коллектив Акционерного общества Казань-орксинтез И конечно же руководство группы компаний Таил Как отмечают, залог такого успеха кроется в правильно выбранной стратегии По ней модернизируются существующие и строятся новые производства В этом году наметили очередной этап развития до 2025 года Особое внимание в программе уделено экологии Уже сейчас на Казань-орксинтезе сделано многое, чтобы снизить воздействие на окружающую среду Казань-орксинтез ежегодно дает и зеленый свет широкому спектру социальных проектов Это и поддержка фонда возрождения, благоустройство территорий, например, лесопарка Лебяжья Большая работа проводится для оздоровления сотрудников предприятия и их детей И физическое развитие, и культурное образование Казань-орксинтез всегда это поддерживает Не только словом, но и делом, и финансом Сегодня Рустам Мениханов призвал во всех делах планку не снижать И выполнить намеченные планы Для Татарстана нефтехимический комплекс остается одной из главных точек роста Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань Беспилотные летательные аппараты, систему распознавания лиц, проекты в области охраны труда и кибербезопасности Представились сегодня в Иннополисе Там Алексей Писошин открыл конференцию цифровой индустрии промышленной России Сегодня же на базе университета Иннополиса заработал центр компетенций В республике разрабатывается концепция цифровой трансформации, которая определит ее основные направления, способы реализации Несомненно, цифровизация затронет в все сферы жизненные деятельности А принципы преобразования будут использоваться в самых различных секретарях экономики О войне так, как знает сам Сегодня с казанцами встретился Василий Лановой Актер, с чьим именем связаны самые знаковые советские военные фильмы Да и сам он дитя войны Легко ли ему больше полувека быть героем киноэкрана? Об этом Рамиль Шайдулин Через три месяца я перестал за вековцах И мог появиться народный артист СССР во время ленивских времен Василий Лановой На него по-прежнему ходят как на кинозвезду Те, кто вырос на фильмах с его участием И даже самые юные На сцене Василий Лановой Самый яркий образ военного в советском кино Есть такая профессия Родину защищать Это фразы из кинофильма «Офицеры» В глазах его персонажа Ивана Варравой считалось Он видел войну И не реальную, а настоящую Неспроста Он и все герои картины Реальные участники военных событий Мы дети войны Мы старались Чтобы вот та правда, которая была тогда во время войны Она оказалась здесь В этом году офицерам исполняется 47 лет Актер играл в них уже будучи известным На весь союз Впервые его звезда зажглась еще в 56-м Ролью Павла Корчагина Своего первого супергероя актер сыграл еще будучи студентом 3-го курса Но время показало Сыграл так, что сначала стал символом военного кино А после и всего, что связано с Великой Отечественной В свои 84 Василий Семенович, ведущий актер театра имени Вахтангова И сопредседатель всероссийского движения «Бессмертный полк» Считает, гордиться славой своих предков не только можно, но и должно Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань Так боялась написать вторую книгу, что тема страха в ней стала главной Сегодня известная писательница и лауреат литературных премий Гузель Яхина Презентовала свой новый роман «Дети мои» Что интересно показалось поклонникам творчества И какой смысл вложил сам автор Светлана Звонарева Вы готовы? Давайте мы, может быть, постоим Да, хорошо, давайте Вот Как говорят, за такое своеобразие не только в жизни Но и в творчестве и полюбилась публике Гузель Яхина Ее дебютная книга уже была обласкана критиками, премиями И переведена на 20 языков мира Писательница признается, после такого успеха Было страшно приниматься за второе произведение Но это-то и стало ее солью или ледь мотивом Тема страха, несомненно, для меня очень важная И она, мне кажется, стала тем цементом, который скрепил достаточно-таки разнородные куски этого текста Роман «Дети мои» посвящен первым годам советской власти и поволжским немцам Как и в Зулихе, на аванс сцену произведений выходят и татарские семьи Главный герой пишет сказки, которые потом чудесным образом воплощаются в жизнь Мне кажется, второй роман все-таки более глубоким, чем первый Я надеюсь, что он так получился Но тема действительно похожа Есть перекличка тема маленького человека на фоне большой истории На презентацию новой книги пришли несколько сот человек Многих интересовало, откуда писательница так детально знает ту далекую эпоху И как это у нее получается так занимательно описывать события Такие вкусные прилагательные, метафоры Иногда бывает, что ты прочитаешь предложение, а хоть перечитай Прямо наслаждение вот этим слогом В эту книгу нельзя погружаться сразу К этой книге надо подготовиться и читать ее осмысленно Достаточно философская книга Сегодня Гузель Яхина анонсировала появление своего третьего романа В нем действие развернется в ту же эпоху, что и в двух первых Светлана Звонарева, Дмитрий Аринин, Амир Залюшев, ТНВ, Казань И мы вновь возвращаемся к теме празднования Дня русского языка И теперь о грамотности Через чур и полисадник стали словами, в которых ошибок было допущено больше всего Сегодня в Доме правительства встретились организаторы и отличники тотального диктанта Как признавались в любви к русскому языку, наш репортаж Я вас люблю Любовь еще быть может Вы душей моей угасли не совсем Эта встреча получилась о любви О любви к русскому языку В зале те, кто так или иначе имеет отношение к тотальному диктанту Это в первую очередь добровольная и образовательная акция Я как преподаватель русского языка литературы вообще бережно отношусь к тому, как мы говорим К тому, как мы рассказываем о себе и повествуем этому миру о своем появлении в этом мире В этом году тотальный диктант писали 3,5 тысячи человек на 58 площадках по всей республике Татарстан побил свой рекорд по количеству участников 153 из них написали на отлично Проблемы возникли в знаках припинания и в прямой речи Айрат Сунгатулин, координатор совета по предпринимательству при президенте республики Диктовал текст для студентов Казанской школы бизнеса Нужно было держать темп и правильно делать логические ударения, говорит он Я сразу вспомнил свою учительницу русского языка и понял, насколько это непросто Порядка 40 минут мы рассказывали Действительно было сложно передать это все интернационно Так, чтобы те люди, которые писали, они поняли, что в принципе было заложено в этом тексте Наградить участников в Казань приехал и писатель Гузель Яхина Именно она написала отрывок для тотального диктанта Когда я дала согласие стать автором, я не подозревала, насколько это интересно получится Насколько это потребует много времени и много сил И насколько это много мне даст Потому что действительно этот год, он меня необычайно обогатил В следующем году Татарстан претендует стать столицей тотального диктанта К тому же, как сообщила Лейла Фазлеева, в планах организовать онлайн-трансляцию процесса Альбина Слагараева, Рамзель Гарипов, ТНВ Казань Язык Пушкина, Толстого, Достоевского Его они знают лучше других Сегодня в Казани наградили победителя международной олимпиады по русскому языку Участники – школьники из регионов России, Узбекистана и Азербайджана Для них русский не родной, тем и цена победы Кто они, любители русской прозы и поэзии Сергей Хайдаров? На сцене персонажи сказок Александра Пушкина Его произведения знают во всем мире И каждый участник олимпиады доказывал Он лучший знаток русского языка Пусть он им и не родной В Узбекистане тоже изучается русский язык Но не так много, как хотелось бы В неделю мы изучаем всего лишь два раза русский язык А иностранные языки в то же время мы изучаем четыре раза в неделю Иногда даже пять Но сейчас вот говорят, у нас увеличат уроки русского языка И мы на это надеемся На русском говорят чуваши, марийцы, татары, мордва и другие народы нашей большой страны Ариадна Леонтьева признается, ей мало того, что есть в школьной программе Я читаю абсолютно разных поэтов, также писателей Я люблю очень классику То есть тоже Пушкин, стихи и также всякие повести, рассказы Уже сегодня эта любовь к языку дает результат Победители олимпиады на большой сцене За три конкурсных дня они прошли два этапа испытаний Устный и письменный А география олимпиады расширяется с каждым годом Нам очень приятно, что эти связи между нашими странами И конкретно Узбекистан и Азербайджан очень дружно сотрудничают с Татарстаном в различных областях И что вот это сотрудничество, оно распространяется и на образование Победителями пятой международной олимпиады по русскому языку В этом году стал восьмиклассник 2-й Нижнекамской гимназии Ильдар Саубанов И ученица 10-го класса 2-й Казанской гимназии Алия Менгазова В награду гаджеты и впечатления Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань Я вас любил, любовь еще быть сможет, в душе моей угасла не совсем С этих строк начинается легендарное стихотворение Александра Пушкина В Нижнекамске ко дню рождения поэта сняли видео На котором это произведение звучит на пяти языках Читают его педагоги Центра молодежного инновационного творчества Крафт-Ит Я вас любил, любовь еще быть может Минь йораттым сизне, махабеттым и сенале I love you, and that love to die, refusing Вечерний эфир продолжит программа Вызов 112, а сейчас прогноз погоды Я же не прощаюсь, увидимся в 21.30 Успейте на чемпионат грандиозных скидок в автоцентр Марка Ниссан Только в июне заберите свой Ниссан без дилерской наценки Звоните 4 пятерки 3 единицы Только в июне в аквапарке Ривьера Пляж с бассейнами и 5D кино в подарок Хватит мечтать! В автоцентре Марка пора покупать! Только до конца июня японский датсун Ондо Всего за 359 тысяч рублей 4 пятерки 3 семерки Начиная свой день Мы ставим перед собой новые цели и задачи Которые на первый взгляд кажутся простыми Но они немного сложнее Для людей с ограниченными возможностями Не ограничивайте себя в выборе сотрудников Здравствуйте! Поговорим о погоде Спонсор выпуска изготовитель корпусной мебели На заказ Данил Мастер Вы задумались о новой кухне? Хотите быстро, качественно и недорого? Данил Мастер исполнит ваше желание Успейте заказать в июне со скидкой 20% Данил Мастер, Казань, Восстание 23 Телефон 2-167-166 Это здорово и жутко! Они двигаются, пугают! Динозавры это круто! Динозавры впечатляют! Приходите на выставку Мир динозавров ТРЦ Южный Выставки Мир динозавров и веселые мультяшки Открылись в ТРЦ Южный по адресу Казань, проспект Победа, 91, первый этаж Выставки работают с 10 до 22 часов без выходных По данным сервиса Яндекс.Погода В предстоящие сутки на юго-востоке республики Ожидается дожди Температура воздуха составит плюс 13 градусов На северо-востоке Татарстана Переменная облачность без осадков плюс 14 На севере республики облачная Местами дождь Там температура воздуха составит до 13 градусов тепла На северо-западе будет пасмурно и дождливо До 13 градусов выше нуля На юго-западе республики местами ожидается дожди Там температура воздуха составит плюс 14 градусов В центре республики облачно В Альметьевске ожидается дождь Температура воздуха там составит плюс 14 градусов Вы хотите получать чистую продукцию в ваших садах и огородах? Вам поможет Россельхозцентр и его биосредства Здесь вы можете приобрести препараты на основе живых микроорганизмов Полезных насекомых проверить почву и продукцию на безопасность От болезней на растениях вам поможет Ризоплан Россельхозцентр Казань 277-82-29 Когда сустав болит невыносимо и отказывается работать как прежде Остается заменить его на протез Медицинский центр «Доктор Ост» предлагает иные современные решения Ударно-волновую терапию и плазма-лифтинг Благодаря инновационным технологиям Стало возможным помочь пациентам любого возраста С проблемами суставов любой сложности без операций и протезирования В центре могут помочь уменьшить боль, укрепить суставы и повысить их эластичность Не терпите боль, запишитесь в «Доктор Ост» В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов Клиника «Доктор Ост» на Ямашево, 11 Не терпите боль, вернуться к полноценной жизни – это просто В Казани в предстающие сутки ожидается дождь и около 15 градусов выше 0 Питер, Север, Западный, Умеренный Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба Влажность воздуха 46% Магнитное поле Земли спокойное Спонсор выпуска – клиника «Фарм-Т» Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам Без боли операций на израильском аппарате «Термекс» Телефон в Казани – 292-66-77 Клиника «Фарм-Т» Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате «Термекс» Без боли, без операции – 292-66-77 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова